Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Грань будущего. В недалёком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное. Он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает. Снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Первый мститель. Стив Роджерс добровольно соглашается принять участие в эксперименте, который превратит его в суперсолдата, известного как Первый мститель. Роджерс вступает в вооружённые силы США вместе с Баки Барнсом и Пегги Картер, чтобы бороться с враждебной организацией Гидра, которая управляет безжалостный красный череп. Я. Легенда Адаптация одноимённого романа Ричарда Мэттисона о неизвестном вирусе, унесшем в жизни половину населения земного шара, а остальную половину – превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днём пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии. Элизиум, рай не на земле В 2154 году существует два класса людей – очень богатые, живущие на чистое созданной руками человека космической станции под названием Элизиум, и остальные, живущие на перенаселённой разрушенной земле. Голодные игры 2012 года Будущее Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит весь мир. Жребий участвовать в играх выпадает юный Китнис и тайно влюблённому в неё Питу. Они знакомы с детства, но теперь должны стать врагами, ведь по нерушилому закону голодных игр победить может только один из 24 участников. Судьям не важно, кто выиграет, главное – зрелище. И на этот раз зрелище будет незабываемым. Геймер 2009 года Действие фильма происходит в недалеком утопическом будущем, где высочайшее развитие нанотехнологий позволило технологическому гению Кену Кастлу соединить видеоигру с реалити-шоу и смоделировать ультрафункциональную мультиплеерную игру убийцы, которая стала средой обитания местных преступников. Люси. Ещё вчера она была просто сексапильной блондинкой, а сегодня самое опасное и смертоносное создание на планете со сверхъестественными способностями и интеллектом. То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантастической теорией, для неё стало реальностью. И теперь из добычи она превратится в охотницу. Её зовут Люси. Похищение Телепорт 2008 года Подросток из неблагополучного района Дэвид Райанс всегда считался обычным парнем, пока однажды он не узнал, что он может телепортироваться с места на место. Новые способности открыли перед ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть крышу мира с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И всё в один день. Теперь ему не нужны деньги, он может взять сколько хочет. Однако в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, как и на других подобных ему, объявлена охота. На протяжении тысячи лет тайное общество стремится уничтожить их. Вскоре Дэвид узнаёт истинную ценность его новых способностей. Пятая волна 2016 года Первая волна оставила за собой мглу, от второй успели убежать только самые везучие, но едва ли можно назвать везучими тех, кто уцелел после третьей. А четвёртая волна стёрла все человеческие законы, взамен же установила свой, один-единственный. Хочешь жить? Не верь никому. И вот уже накатывает пятая волна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Судный день. Великобритания, недалёкое будущее, смертельный и совершенно неизученный вирус, названный Жнецом, обрушился на страну, убивая десятки и сотни тысяч жителей. Не имея возможности решить проблему, правительство решает изолировать очаг заразы от неинфицированной местности. Построив вокруг территории буйства Жнеца, стену, проходит 30 лет, но вирус снова заявил о себе. Тогда было решено послать в заражённую область первоклассную команду спецназа для поиска возможных методов борьбы с вирусом. Ради выполнения цели и сохранения жизни ребятам придётся пробиваться через настоящий оживший кошмар. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!